Братья, вчера мы приступили к изучению одной из частей догматики, эсхатологии, в отношении последнего времени. В нашем вероучении, последняя глава, по-моему, 12, там говорится кратко, чему мы верим, и в отношении того, что как Господь придет за церковью, как Он ее возьмет, потом суды, потом Тысячелетнее Царство и затем суд перед Белым Престолом и Вечность. Кратко, изложение такое в нашем вероучении. Мы, евангельские христиане-баптисты, этого придерживаемся, этого выработки у нас на съезде, в общем, на съезде, когда вероучение вырабатывали, там было, значит, сначала проект предложен был, над ним группа братьев работали, потом поступило 152 поправки, так сказать, из них 90 вошли в текст вероучения. То есть это коллективное такое разработанное, поэтому, что я предложил, из него вы, если догматическую часть проработаете, тоже будет хорошо. Ну, а сейчас немножко в более развернутом виде. И конспект, который мы вам дали, это, собственно, я с многих книг собирал, ну, из них наиболее, наиболее, которые более единомысленно с нами, это Каргель, его, так сказать, лекции, вот по откровению, потом Рогозин, тайна апокалипсиса, Салавастахов, Царство Божие, Царство Мира Сего, потом вот я говорил, вот это у кого сохранилось красное, это толкование новозаветных посланий, откровений, это, собственно, Платон Харчла. Ну, и они, в общем-то, все совпадают, поэтому что-то из этих, у меня где-то цитаты, где-то подборка, в общем-то, я задумывался, нельзя ли как-то вот сгруппировать по событиям, по хронологии. Да. Мы вчера прошли семь глав по откровению, сегодня нам надо дойти до конца. Конечно, эта задача весьма такая нелегкая, мне приходилось так в своей церкви где-то месяца два проводить по вечерам, а в других церквах так я три вечера подряд проводил по два часа, Ну, а здесь вот сколько нам времени уже осталось, мы уже прошли. Значит, откровение написано, автор откровения Бог написал, он, как ее, он отдал Иисусу Христу, Иисус Христос через ангела Иоанну, а Иоанн рабам, то есть это откровение всем нам. И когда мы читаем откровение, и эти послания, которые следующие, они, там семь посланий, семь церквей, они написаны каждому из нас, они написаны церквам того времени, они написаны всем церквам нашего времени и всем церквам всех времен. Какая-то церковь какой-то частью похожа на какое-то из этих посланий. Нам всем хочется, чтобы нам быть филадельфийцами хотя бы. Ты немного имеешь силы, сохранил слово терпения, не отрекся именем моего. Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от один искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Нам всем хочется, пусть при малых силах, но сохранить верность до встречи с Господом. Бласты и нас в этом Господь. В 19 стихе, я кратко повторяю, что вчера было, просто ввиду того, что сегодня многие, которых не были вчера. Значит, в 1 главе, 19 стихом, говорится план всего откровения. Здесь говорится, напиши, что ты видел, что есть и что будет после всего. Что ты видел, это видение Иисуса Христа, которое он видел, явился Господь ему на острове Патмос. А потом, значит, 2-я и 3 глава, это история церкви на земле. И начиная с 4 главы, это что будет после всего. То есть, что будет после восхищения церкви. После восхищения церкви, что происходит? Самое первое, это судилище, это раздаяние наград, кто, что, это, так сказать, суд над нашими делами. Спасение мы получили по благодати, а по делам нашим мы получаем награду вечности. И 4 глава начинается и описывает поставление престола суда. Начало великой скорби. Поставление престола суда. На престоле сидящий, он не подается описанию, видом подобен он камню яспису, то есть алмазу и сардису. Это рубин такой огненно-красный переливается. Вот такой вид сидящий. Он не может описать его, в каком виде сидящий на престоле, это Отец Небесный. Дальше устанавливается престол и 24 престола, где увенчанная церковь, и, по-видимому, там праведники, они здесь все находятся. Ну, такое толкование, допустим, я не могу отвергнуть 24 апостола и 24 старца, то есть 12 апостолов и 12 патриархов вместе. Здесь я не могу сказать, что именно так, но, по крайней мере, они о себе говорят, ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу, и всякого колена языка народа и племени. То есть это увенчанная церковь, и праведники сидят теперь на престоле. Престол имеет радугу, весьма красивую, зеленого, ярко-зеленого цвета. Это символ милости, что от этого суда еще будет милость. Перед Белым престолом уже не будет этой радуги, которая будет в конце. Дальше здесь, когда 5 глава описывает воцарение Иисуса Христа, то есть ангел сильный возглашает, кто достоин взять книгу, документ Божий на производство суда и на управление дальше, значит, в последнее время, в тысячелетнем царстве, в последующее время. Так вот, ангел сильный провозглашает, никто не отзывается ни на небе, ни под землей, ни на земле. И затем приходит лево от колена Иудина, вперед Иисус Христос, он представлен здесь как агнец закланный, то есть заколотый агнец, такой вот вид. Но он имеет семь рогов и семь очей, то есть символ власти, силы и символ ведения всего. И вот он берет книгу, и все небо и вся вселенная приходит в неописуемый восторг. То есть начинается словословие сначала на престоле, потом, значит, на престоле это церковь, здесь праведники, потом ангелы, а потом идет и всякое создание на земле, на небе, под землей, на море. Все, что я слышал, говорила сидящему на престоле Иоаннцу, благословение, честь и слава державу во веки веков. Шестая глава, начинается четыре всадника, начинаются события, из земли берется мир, потом, значит, голод идет, потом смерть, это четыре всадника, по концу этого начинается великая скорбь. Затем души убиенных под жертвенником, то есть убиваются оставшиеся праведники, которые в первую половину седьмины уходят с земли. Затем запечатлевается в это же время 144 тысячи из евреев, и восклицание шестой главы, кто может устоять, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять. Это седьмая глава отвечает, в это время только устоит кто. Вот эти запечатленные 144 тысячи. И с девятого сиха великого множества людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, колен, народа и языков, стояло перед престолом. Обратите внимание, стояло, церковь венчана сидит, а эти стоят, и у них пальмовые веточки, символ мира, и одежды белой, без которой никто не может быть на небе. Но они поют, восклицают спасение Богу нашему. И когда спрашивает один из старцев, кто это, Иоанн не может ответить, и говорит, ты знаешь, Господи, он говорит, это те, которые пришли от великой скорби. Дальше мы рассматривали седьмины по пророчеству Даниила. Определено семьдесят седьмин в девятой главе, и эти семьдесят седьмин, они разделены на три части. Первая часть семь седьмин, в которых восстанавливается город во время Ездренеемии. Затем еще проходит шестьдесят седьмин, это период абсолютного молчания, ни одного пророка в это время не было. В это время развиваются фарисейские школы, но все-таки там сохраняются праведники, такие как Симеон, такие как Анна, Иоанн. И в это время приходит Христос, совершает свое служение три с половиной года, может быть, даже не три с половиной, там точно трудно сказать, но так говорят, три с половиной, там где-то три года, четыре месяца может быть. В общем, со смертью его заканчивается шестьдесят девятая седьмина, и часы народа израильского Бог остановил, и они не существуют. То есть, израильский народ как бы мертвый для него. Господь бодрствует над ним, ведет, но народ как таковой, он сейчас и до сего времени находится в таком рассеянии, который, однако, Бог соберет, и великую скорбь он будет встречать уже полностью в Израиле. В это время, в это время, в первую полную седьмины, мы посмотрим, что, в общем, происходит. Ну, можно открыть этот конспект, этот краткое изложение событий по откровению. Здесь есть такой подзаголочек, второй период великой скорби. Значит, эта седьмина, она тоже делится на две части, а в половине седьмины прекратится жертва, написано, то есть, воцарится антихрист. То есть, первой половиной седьмины антихрист как бы уже пришел. Кстати, вот этот миссионер, о котором я как-то говорил, что, ну, это не везде говорят, я вчера на проповеди говорил, что сатанисты в одном месте были, находились, и там был один, ну, как бы в охране, что ли, в службу охраны, в общем, семя-пятьдесятники. Жена была на собрании, он был на работе. И вот он на работе, слышит, эти сатанисты взывают, взывают, полтора часа прошло никакого. Потом раз, зашевелилось, духи пришли, все. Они спрашивают, где вы были? А мы, говорит, у пятидесятников крестили. Жена с собрания приходит, он, значит, ее спрашивает, как так? Да, говорит, действительно так было. И они потом ушли от пятидесятников. То есть, эти духи сатанистов, они у пятидесятников одни и те же. Так вот, этот миссионер, он говорил, у сатанистов есть программа, один из пунктов, разрушить христианскую музыку. Один из пунктов, уничтожить фундаментальное христианство. И вот он говорил так, что в прежнее время сатанисты молились, Господи, то есть, к своему главному сатане просили, чтобы он уже пришел. А теперь сатанисты говорят так, это еще давно было, он, мол, теперь уже пришел, но еще не открылся. Теперь они молятся, чтобы он открылся. Ну, не знаю, так или не так, у меня мысли на эту тему немножко другие. Я помню, еще где-то в 60-х годах, где-то читал, ну, еще в атеистической печати где-то, что вот, мол, антихрист уже родился, он теперь вот будет до 30-летнего возраста. Ну, в таком, думаю, когда же будет? Ну, наверное, в 90-м с чем-то году будет. Потом, слышим, в 97-м году объединились католики с протестантами. Там секретное соглашение. И думаю, ну, вот уже Христос придет. А знаете, а у Бога Он долго терпит. И, видимо, оно все откладывается по плану Божьему. Откладывается пришествие для чего? Чтобы все, кто можно, могли спастись, чтобы они спаслись. Написано, кто вот уже придет, перейдет в великую скорбь. И как они не приняли любви истинной для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вот такое, да. Ну, написано, Царство Небесное подобно будет десяти девам. Царство Небесное подобно будет. Я напрямую, ну, слышал я вот о церкви. Я вам такое расскажу. Может быть, для вас это будет более важно. В одной церкви было с одеванием, ну, как полностью маскарад такой, со свечами. Пять мудрых, пять неразумных. И вот все это перед церковью, эту декламацию сделали. И пять неразумных все ушли в мир. В следующем опять молодежь подросла, опять сделали такую декламацию. Опять пять неразумных ушли в мир. И они побоялись дальше такую декламацию с переодеванием делать. Я думаю, что для нас это предостережение. А, в общем-то, как оно относится? Ведь если говорить о церкви или не церкви, мне труднее здесь сказать, что именно. Хотя я больше склонен, что это к церкви говорится. Ладно, тогда давайте, знаете что, давайте в писанном вопросе, чтобы мы отдельно время уделяли. Потому что что-то, я знаю, что-то вызовет какие-то разногласия. Я скажу, что для меня, например, вот этот вопрос, я жестко не ставлю. Только церковь или только не церковь. Надо размышлять. И любое пророчество, любое пророчество, по мере приближения ко времени, оно становится яснее. Например, когда вот сейчас будем проходить эти двум свидетелям, которые будут три дня на улицах Иерусалима, в то время было трудно, когда вот до нас трудно рассуждать. Ну, три дня, наверное, это три года. Пока на коне всем обедишь, всем расскажешь, и все будут на земле радоваться. А сегодня мы знаем любая новость за 10 минут, весь мир и все облетает, и все понимает. То есть, по мере приближения времени, нам пророчество становится яснее. Итак, мы переходим в второй период Великой Скорби. Откровение, 8 глава, 7 печать. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труп. И пришел иной ангел, и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему, дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу, наполнил огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Братья, вот эти молитвы, которые мы возносим на небо, вы знаете, что они собираются у Бога в сосудах. Все молитвы, которыми церковь молилась, Господи, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Так вот, да придет Царствие Твое, братья, когда мы молимся, как мы понимаем, куда должно прийти Царствие Божие? Да придет Царствие Твое, я задаю вопрос, куда? Воля и на земле, как на небе. Да придет Царствие Твое на землю, на всю землю. Можем ли мы сказать, что сегодня управляет Господь? Господь управляет церкви, Господь управляет как-то миром, но написано, князь, господствующий в воздухе, дух, действующий в сынах противления. Наша молитва, да придет Царствие Твое. И когда мы молимся, вот теперь эти молитвы, эти молитвы множества Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых, всех святых возложил на золотой жертвенник. И вот тут как раз производятся суды по молитвам святых и силою Божией. Но я не буду здесь дальше подробно читать, чтобы у нас немножко сократить время. Я кратко, что происходит, эти первая труба, вторая труба. Значит, обратите внимание, что по сравнению с чашами, которые будут изливаться, которые будут всеобщее истребление, значит, и растительности там и всего. То здесь первая труба, огонь играет с кровью, и одна треть деревьев сгорела, и трава сгорела. Седьмой стих. Вторая труба. Гра, пылающая огнем, низверлась в море. Тоже одна треть превратилась в кровь. Умерла одна треть одушевленных тварей, живущих в море, и одна треть судов погибла. Третья труба. Большая звезда упала на одну треть рек, источников вод, и стали горькие, сделались полынь. Многие из людей умерли. Десятый, одиннадцатый стих как раз об этом говорится, что имя всей звезды полынь, и третья часть вот сделалась полынью. Кстати, я слышу, что по-украински Чернобыль, это полынь. Когда произошла вот эта чернобыльская авария, тогда, мол, говорили к этому. Что будет дальше, трудно сказать. Только я знаю, что Великая Скорбь – это страшное дело. Я вот недавно был в Москве, еду в метро, что-то объявляют, я ничего не слышал. Оказывается, уже авария произошла. Потом дальше больше. В общем, два миллиона в Москве и четыре области были полностью, не было электричества. Полностью, да, двадцать тысяч из метро эвакуировали, значит, двадцать тысяч попало одновременно, значит, в метро, пока их эвакуировали. Дальше. Из тысяча пятьсот где-то двести восемь светофоров не работало. Бензоколонки не работают. Магазины не работают, потому что кассовые аппараты, значит, не работают. В холодильнике стали, значит, уже издавать запах, стала течь из них. Двести миллионов цыплят у кого-то, там погибло на какой-то фабрике. Воду в бочках развозить, там с двадцать пятого этажа с ведерками надо бежать за водой. Одна старуха звонит, у меня всего двести грамм воды, я больна, никуда не могу делать. Звонит, что мне делать. Да и телефоны, и сотовые даже телефоны, сказали, еще немножко, и сотовые телефоны отключаться. Потому что, то есть, вот чуть-чуть-чуть, это сутки всего, сутки. Правда, они говорили так, по радио я слушал, говорят, а в Америке, мол, когда такая авария была, то там двадцать миллионов лишилось. Но от этого России легче стало, когда в Америке, значит, вот так вот сравнение всегда. Вот, мол, в Америке двадцать миллионов, у нас только два миллиона обесточено было. Ну, за сутки там управились, вот, там авария на электростанции была. Но я говорю, чуть-чуть-чуть тронуло. А что, если дальше будет? Вот, когда в Сухуме не было, там что делали? На пятом этаже с кирпичей печечку, и там где-то все, ботанический сад пошел на топку, и все прочее, и прочее. Вот это вот, вот это вот только сейчас чуть-чуть. А что будет, да, а что будет, когда вот Великая Скорбь на всю землю придет? Братья, это действительно будет Великая Скорбь, и первая часть ее, это только еще одна треть вот тут погибла, и воды стали горькие, и так далее. Четвертая труба, поражена третья часть солнца, третья часть луны, звезд, и третья часть дня затмилась, стал как бы вот вечер наступает. Я помню, во время затмения, среди дня, вдруг мрак такой, тут петухи кричат, тут это, и какое-то такое, знаете, это чуть-чуть, только вот на несколько минут, и то уже страшно становится. А это затмится, и все. Четырнадцатый стих впереди, еще три горя. Тринадцатый стих. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Дальше, пятый ангел вострубил, пятый ангел вострубил, это вот, что здесь произошло дальше. И пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И вышла, из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. То есть, кроме этих ста сорока четырех тысяч. И дана ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпионов, когда ужали человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. И здесь даже описывается внешний вид саранчи, что у нее волосы, как у женщин, зубы, как у львов, ну и так далее. И вот царем над собой, 11 стих, она имела ангела бездны, им ему по-еврейски Абадона, по-гречески Аполион, губитель. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Значит, когда шестой ангел вострубил, да, во-первых, хочу сказать, что здесь что? Сегодня вот много бесов, они скрыты в бездне. И помните Иисусу Христу эти два гадаринских одержимых говорят, что вы не посылай нас в бездну, и он разрешил им в свиней идти. То есть они очень не хотят в бездну идти, а в бездне там основная часть заключена. А тут скажу, что когда сатана придет, здесь очень много его сторонников развивается на земле. Очень много, я как-то читал информацию, что вот в Америке во много раз больше колдунов, чем в Европе. Например, в Сейлами там что-то в восемь раз больше, чем в других местах. То есть есть отдельные места, где особое скопление колдунов. И знаете, вот эти союзники сатаны не хотят, чтобы сатана воцарился. Что там? Христос, это там Назарянин, что он там погиб. Вот такое пренебрежение у этих сатанистов к жертве Христовой. И поэтому здесь союзником много его становится. И вот теперь им Бог дает. Ну, хотели, нате, теперь выходят вот эти вот саранча это. А потом следующие еще сильнее эти бесовские духи выходят. И мы читаем уже в следующей главе, что происходит. «Шестой ангел вострубил и услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорившему шестому ангелу, имевшего трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат». Ефрат, особенная река, она еще упоминается, протекала в раю. Потом на берегу Ефрата совершен первый грех, первое убийство. Затем построили на берегу Ефрата Вавилонскую башню. И Ефрат, ну, особое значение. Позже мы будем еще говорить, что произошло потом, когда она пересохнет, для чего. Так вот, тут сказано, при великой реке Ефрат связаны четыре адские полководца, четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Представляете, пять месяцев люди настолько страдали, что хотели бы даже самоубийством закончить. Ну, представьте себе, в сердце выстрелят, а сердце будет болеть еще больше, а смерти не наступит. И вот такие мучения будут пять месяцев. А тут вот эти адские полководцы четыре и со своим войском, что произойдет? Число конного войска было две тьмы тем. И слышал я число его. Значит, мы уже говорили, сколько тьма тем? Сто миллионов. Это двести миллионов адская конница в двести миллионов. Вот такие, так сказать, такое войско выпускает Бог. Ну, и здесь описывается, что это они из себя представляют. «Видел я видение коней на них всадников, которые имели на себе брони огненной и оцинтовые серные головы у коней, как голову у львов. Изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей». Что удивительно, да, тут дальше говорится. «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили». Вот такое войско. Удивительно, что происходит с оставшимися людьми. Следующие два стиха говорят о духовном состоянии этих оставшихся грешников на земле и о их физическом состоянии. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаяли в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам». То есть идолопоклонство. Духовное состояние – идолопоклонство. Их дальше состояние какое? И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействиях своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. В общем, здесь ночь греха, всякого беззакония, времени чистого духа. Я помню, папа мой когда-то еще говорил, он тоже на курсах учился в Ленинграде, говорит, перед концом сатана даст свободу всем низменным страстям человека. Он захочет уничтожить законы Божьи. Сегодня, вот смотрите, как там не живут люди, но везде закон Моисеев исполняется. За убийство везде судят. За воровство везде судят. Ну, да, скажем, если за прелюбодействие везде судят. Но все-таки какие-то законы уже перешли, какие-то законы еще сохраняются. Там за клевету судят. То есть это закон Моисеев. Сатана захочет все уничтожить. И дать людям, вот, полностью страстям, их такую свободу. И потом, мы говорили вчера, что когда будет взят мир Земли, два человека друг с другом не смогут мирно жить. Все будут воевать друг с другом. И город с городом, и читали мы народ с народом. Так что, вот это будет время как раз, когда сатана придет управлять на Землю. Здесь еще в 10 главе, здесь как бы короткая вставочка такая. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, и облеченного облаком над головой его, была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Ну, здесь, хотя говорится о ангеле, но здесь просматриваются черты Господа. Радуга над лицом его, как солнце, ноги, как столпы огненные. То есть наподобие, как вот в первой голове пицца. В руке его книга раскрытая, то есть он управляет теперь, ставит он правую ногу на море, левую на землю. То есть он, владыка, он теперь имеет право на управление, на производство этого суда. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне. «Скрой, что говорили семь громов и не пиши сего». Такое, что оно означает? Видимо, оно нужно будет для тех времен только, эти семь громов, что они проговорят. Для нас оно, видимо, не надо. Хотя сегодня есть такие толкователи, которые говорят, а мы знаем, что семь громов проговорили. То есть вот такие вещи, ну, толкует люди, толкователи много разных. Я вчера приводил примеры разных толкователей, как оно бывает. Но суть здесь заключается в том, что вот этот ангел, который видел стоящего на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что в ней, и море и всё, что на нём, всё, что в нём, что времени уже не будет. Что это значит? Это не значит, что теперь не будет часов, секунд, минут. Это значит, что промедление отсрочки больше не будет никакой. То есть всё, что совершится, оно должно совершиться в своё время. И тут удивительно вот что. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И в чём заключается эта тайна Божия? Седьмой, я читаю в 11 главе 15 стих. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились. И дальше тут они поклонились, радуются, и дальше и рассверепели язычники, пришёл гнев твой. То есть, Бог своё дело совершает, и часто бывает так, Он провозглашает раньше, чем оно исполняется. Сначала вот это провозглашение произошло, после, когда седьмой ангел вострубил, что царство мира соделалось царством Господа. И здесь, ну я уже говорил, что откровенно оно картинное, такое изображение событий. Поэтому нам приходится, может быть, с места на место так переходить, чтобы как-то, что за чем происходит. Ну здесь говорится, что этот ангел дал книгу, книгу, говорит, её съешь, будет сладко в очреве твоём, то есть, будет сладко в устах твоих и горько в очреве твоём. То есть, когда мы, образно это можно так сказать, вот когда мы слушаем эти события, нам приятно, проповеди хорошие, беседы слушаем, нам приятно. То есть, в устах наших сладко. Когда мы начинаем теперь это исполнять, бывает горько. И бывает даже, как я уже говорил, даже от своей проповеди, сам начинаешь переживать испытания, которые ты говорил, они теперь к тебе пришли. И бывает горько, но их надо вынести. Вот так здесь говорится, что в устах твоих будет сладко, но в очреве горько. Отчего? Потому что, говорит, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. А знаете, Иоанн пророчествовал и говорил он Ироду, Ирод с него голову снял. То есть, вот такое страдание пророку бывает. И все последователи Господа, кто хочет служить, им рано или поздно где-то придётся свидетельствовать. Так говорит Господь, а что делаете вы? И так далее. Так вот, здесь я хотел бы обратить внимание, вот ещё что происходит. Дальше мы переходим в четвёртый раздел, что происходит в середине седьмины. Что происходит в середине седьмины. Во-первых, седьмая труба провозглашает царство мира, садилась царством Господа. И здесь дальше идут события, мы немножко пропустили в одиннадцатого, а сейчас мы вернёмся. Что происходит в первой половине, нам важно, что происходит в первой половине седьмины. Что происходит в середине седьмины, вот это семь лет. И что происходит в конце седьмины? Для нас это очень важно. Так вот, в первой половине седьмины еще Бог посылает двух свидетелей. Эти два свидетеля, и дам двум свидетелям 11 глава 3 стих, они будут пророчествовать 1260 дней и будут обличены во вретище. То есть, о чем они будут пророчествовать? Они будут обличены во вретище. О чем они будут говорить? Они будут говорить о третьем горе, о несбережении сатаны, о пришествии антихриста, о семи чашах гнева. Это их пророчество будет. Они будут вот в этих условиях. Понятно, что, забегая наперед, скажу, что произойдет в середине седьмины. Во-первых, лжецерковь должна быть уничтожена. Пусть она хоть и лже, но она все-таки церковь. Она не даст Богу, извиняюсь, не даст сатане открыться как Бог. Она ему мешает. Ему мешают два свидетеля, он их потом убьет. Ему будет мешать все, что хоть что-нибудь напоминает о Боге, как там написано. Прочие от семьи. 144 тысячи ему тоже мешает. 144 тысячи Бог восхищает на небо. Два свидетеля тоже убиваются. Лжецерковь уничтожается. И ко времени, к середине седьмины, сатане уже ничего не мешает открыться как Бог. Поэтому вот эти события мы сейчас будем рассматривать. Так вот, два свидетеля, я уже говорил, что, ну, я придерживаюсь такого мнения, что все-таки это Енох и Илья, чем Моисей и Илья. Но Моисей и Илья явились Иисусу Христу. А Енох почему Илья? Енох ушел без, ну, без смерти ушел. Написано, что в 11 главе, 5 стих, что Енох переселен был и прежде переселения свое получил свидетельство, что угодил Богу. Енох – прообраз переселенной церкви, прообраз восхищенной церкви. Енох, он был седьмой от Адама, пророчествовал. Кстати, его пророчество очень важное. Вот он назвал своего сына Мафусал. Мафусал в переводе означает, я когда-то по радио услышал пести, говорил, когда он умрет, суд совершится. Вот такое значение имени его. Самый длинный жил он, помните, 969 лет. Представьте себе, 969 лет, почти тысячу лет, его пророчество звучало, когда он умрет, суд совершится. Можете посчитать, там по датам, я сам считал тоже, просто интересно считать, вот, сколько тот прожил, тот прожил, сколько прошло, ровно в тот год, который умер Мафусал, настал потоп. То есть, исполнилось его пророчество, когда он умрет, суд совершится. Потом о его пророчестве в послании Иуды говорится. Так вот, Енох, второй Илья, ну, Илья это, вы знаете, пророк тоже, в особенно жесткое время, он жил в Израиле, говорит, остался я один моей души ищет, хотя там Бог сохранил еще 7 тысяч, там Авдий был, богобоязнь от юности, царедворец и другие. Так вот, эти два свидетеля, Бог их посылает и наделяет их особенными полномочиями. В то время, просто невозможно иначе быть, в то время, чтобы исполнить 1260 дней. Часто говорится, вот эти половины седьмины, или 1260 дней, посчитайте, сколько это месяцев, или 42 месяца, или время времен и полвремени, 3,5 года. Эти периоды, они по-разному в разных местах называются, но это все идет речь об этой седьмине. Так вот, какие данные им полномочия будут? И если кто захочет их обидеть, огонь выйдет из уст их и пожрет врагов. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь ни на землю, не шел дождь на землю в одни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и убьет их. Обратите внимание, не раньше. Они свое дело сделали. Им должно день в день, только Божий срок кончится, только тогда может что-то сделать с ними сатана. Он их убивает и трупы их оставит на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Понятно, что в Иерусалиме. Иерусалим будет столицей мира. Кстати, я не знаю у вас, насколько у нас, уже сейчас пишется в печати, что Иерусалим – это будущая столица мира. Сейчас уже об этом говорят. И многие из народов и колен, и языки, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. Почему? Ну, столько он их мучил, столько, это представьте себе, и засуха, и никто ничего не может сделать. Весь мир на них обозлился. И вот теперь, по-видимому, по телевидению показывают по всему миру, весь мир смотрят. Теперь нам понятно. А я говорю, как, допустим, 200 лет могли толковать это местописание? Тоже могли что-то говорить. Один так, другой так. А потом оно становится яснее. Так и здесь. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала. И погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет третье горе. Вот эти свидетели в середине седьмины, они погибают. Что еще, какие события происходят в это время, в середине седьмины? 12 глава, 5 стих. «Рождение младенца мужественного, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Что здесь, в русском переводе, немножко стоит по-другому. Седьми говорится, «Родила младенца мужеского пола». И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве, кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его много диодим. Хвост ее увлек с неба третью часть звезд, и поверх на землю. Дракон себе стал предженую, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола. Или в другом переводе – младенца мужественного. Иногда у Бога стоит в единственном числе целый народ. Например, говорит фараону, «Отпусти сына моего, Израиль есть сын мой». То есть у Бога иногда изображается целый народ как личность. В данном случае здесь говорится, что сатана, этот дракон, стал предженой. Жена – это израильский народ. А младенец мужественный – это сто сорок четыре тысячи. Ну, братья, может быть, у кого другое мнение, но лучшего толкования я не могу принять. А вот эти сто сорок четыре тысячи – это младенец, который в муках был рожден. Но эти сто сорок четыре тысячи, они потом восхищаются к Богу. И мы видим его восхищенным, видим в четырнадцатой главе. И взглянула я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Помните, они запечатлены бывали? Были это в седьмой главе говорится. Теперь мы их видим уже вместе с Господом. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях. И они поют как бы новую песнь перед престолом». Обратите внимание, на престоле, значит, Господь, теперь двадцать четыре старца, то есть праведники. А они поют новую песнь перед престолом, пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорок четырех тысяч, искупленных от земли. Почему? Почему они не могли научиться песне? Что мелодию не знали? Или там трудно научиться при их способностях? Иван Вениаминович Каргель говорит, что сегодня, говорит, мы поем не то, что нужно. И он тогда уже говорил, мы сейчас сборники переделали, где-то привели в соответствии с догматикой нашей, где-то нарушалась догматика. И Каргель в то время еще обращал внимание, говорит, я бы некоторые песни повырывал бы из сборников, это Каргель еще говорил. А здесь почему не могли научиться петь? Потому что они поют о том, что они пережили. Никто этого не пережил. Ни церковь, которая уже на небе, ни те, которые пришли, они не пережили. То, что они пережили, никто этого не пережил. Вот почему никто не мог научиться этой песне. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Ну, некоторые считают, что это они неженатые, но здесь речь идет не о том, что они не были неженатые. Они просто были, ну, не подчинились требованиям времени, как он сегодня говорил в первой части, что не сообразоваться с веком Сим. Они не подчинились этим требованиям этого растленного уклада жизни, который ещё больше будет растлен. Они не подчинились, они девственники, то есть они целомудренные. Тут говорится с жёнами, то есть они всё равно женатые, но они не подчинились. Смысл духовный здесь в этом, ну, как мне понятно. Дальше. В устах их нет лукавства, они непорочны пред Богом, пред престолом Божиим. Что ещё происходит в середине Великой Скорби? Восхищается 144 тысячи, и происходит война Михаила и его ангелов с драконом и с ангелами. Это 12 глава. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Сатана, он отступает от самого неба до самых берегов Огненного озера. Он всё время отступает. Он сначала имел доступ к Богу. Помните, во дни Иова он мог приходить и торговаться там, говорить с Богом. Здесь говорится, что дальше он низвержен, то есть он с неба, сегодня он князь господствующий в воздухе, дух действующий в сынах противления. Чумак, один из колдунов нашего времени, который по телевизору выступал, как-то он говорил о том, я с трёх до четырёх ночи имею связь с космосом. Как хотите, так и понимаете. Ну, мы понимаем, что он имел напрямую связь с сатаной. У них это возможно. Так вот, там, где этот сатана правит, оттуда он был низвержен на землю с воздуха. Он был князь в воздухе, потом он низвержен на землю. И земля становится местом его ссылки. Он приходит в крайнюю ярость такую, зная, что ему время мало остаётся. Он свою ярость изливает на людей, как обычно всегда. Время, да? Хорошо.